Привет, мои любимые, дорогие зрители! В этом видеоролике я расскажу вот мои честные ощущения от закона проекта. Одного. Сейчас я вам более подробно о нем расскажу, но прежде чем начать мое повествование, хочу пригласить вас ко мне на мой телеграм-канал. На моем телеграм-канале я делюсь всеми моими видеороликами, а также там много другой полезной информации. Ссылочка на телеграм в описании. Переходите и подписывайтесь. Буду очень благодарен. Дорогие друзья, что же это за такое законопроект? Это законопроект, честно, благодаря которому я себя, скажем так, почувствовал, что у нас все-таки есть и должно быть разделение на бояр и на холопов. Ну, извините, что там с РФ я сравниваю. Ну, такое, скажем так, самое такое реальное сравнение, вот реально мои эмоции от прочтения одного интереснейшего законопроекта. Буквально, скажем так, пока вы еще не приняли, давайте ознакомимся. Проект закону про внесення змін до деяких законогонів України щодо використання народными депутатами України дипломатичного паспорта Украины. Ну, что там такого? Вроде там какой-то паспорт у них есть. Ну, нехай використовывают, но не все так просто. Номер 73-83 від 17 на 5-го 2022-го року. И тут депутатів, кто подав, ну, дуже багато. Вот вы видите сейчас Фрис какой-то, Батенко, Пушкаренко, Власенко, Фадеенко, Бужанский Максим, тот, который выступал на всяких там передачах, кто всех критиковал, Неклюдов, Северин, Чорноморов, Артем. Дуже, честно, много этих депутатов. Если вы хотите, то можете номер зазначенного законопроекта вбить и более детально ознайомиться. Ну, честно сказать, там не все 450 депутатов, но достаточно их богатенько, этих желающих наших депутатов, это принятие. Вот вы скажете, зачем? Зачем они это приняли? Что это вообще такое? Что, что, что это такое? Давайте, скажем так, более детально сейчас зачитаем выдержки. Тут вот есть так называемая поясновальная записка, и в ней написано. Другой пункт. Мета и шляхи ее досягнули. Проект закону спрямованный на удосконаление чинного законодавства, что регулюет питание, выдача, зберегание и повернение дипломатических паспортов Украины, народных депутатов Украины, а также порядок перетинания ДКУ за умов их предъявления, с метою уникновения возможности подвейного толмачения законодавшего регулювания. Вы поняли? Вроде так, скажем так, что они хотят удосконалить? Хотят как-то нам допомогти, любые друзья. До речи, хотел бы вас писать, напишите мне в коментарях, мне много кто пишет, что нужно на украинском языке проводить мои видеоблоги на основном этом канале. Поэтому, пожалуйста, напишите, если большее, что нужно на украинском языке, я ей вольно володюю, я ей всегда володю, можу рассказать, оскільки все ж таки ваш покорный слуга є адвокатом. П'яте. Финансово-экономичное обгарантування проект закону не потребует додаткового витрага с державного бюджета Украины. Депутаты сами заплатят. Народный депутат Украины Игорь Фрис та інший. То есть переводим с этого юридического языка на житейский. Объясняю, скажем так, простыми словами. Вот, ну, знают же все, что существует у нас запрет на выезд для мужчин. Для мужчин от 18 до 60 лет. Есть там небольшой список вот этих ограничений, может там у кого есть инвалидность, ну, там еще что-то снят с учета военкомата, все эти коррупционные схемы, с которыми у нас, ну, постоянно борются наши правоохранительные органы, отлавливают там кого-то, кого-то может и не отлавливают, кто-то выезжает. Ну, на самом деле, вот честно сказать, я думаю, что если у человека есть желание, есть материальная возможность, то он сможет выехать за пределы Украины. На фото видно деколькох прикордонников, которые не могут вырешить, пропустить депутата или нет. И вспоминаем буквально, друзья, вот недавняя, вот совсем-совсем недавняя история. Петр Алексеевич Порошенко. Гетьман. Реально Гетьман. Я думаю, все тут со мной согласятся, что это реально Гетьман. И этот Гетьман, он что-то вот, ну, в моем мнении, честно хочу сказать, почуял, что уголовное дело там как-то сжимается, там Медведчук дал какие-то показания. И, соответственно, он занервничал. И, как говорится, как у нас все грамотные люди в этом делают, раз, и за границу. А тут же ж нет. Дети-то у него их много, но они взрослые, не получится. Еще там какие-то основания, не знаю, может, у него инвалидность какая-то там есть. Ну, наверное, нет. И он, естественно, как депутат, сам себе там где-то выписал какую-то бумажонцу и пытался выехать. Раз у него не вышло, два у него не вышло, и третий раз он выехал. И говорят, кстати, по последней информации, все эти его там потужни, для того, чтобы Украина вступила в НАТО, скажем так, что-то там у него получилось, что-то не получилось. Украину, конечно, в НАТО, как всегда, не взяли, но должен вернуться, но пока почему-то не возвращается. И, соответственно, наши любимые депутаты посмотрели на всю эту ситуацию и думают, ну, смекнули себе, подумали, прикинули и думают, а вот если мы захотим завтра выехать, а вдруг завтра нами зацикавится какая-то там прокуратура, какое-то бюро расследований, там СБУ, не дай бог, еще там какие-то правоохранительные. Мы же выехать, убежать-то не сможем, выехать или там отдохнуть, допустим. И решили удосконалить именно конкретно по нашим депутатам. Мало того, что они, ну, нигде, естественно, служить не должны, потому что у них отсрочка не очень нужна, и законы нам принимают. И еще, кроме этого, наши уважаемые депутаты, разрешите им выезжать. Ну, какая-то вот есть у него необходимость, и, говорится, дать ему возможность выехать. Сейчас еще чуть-чуть зачитаю саму проявняльную таблицу до этого закона. Закон Украины про статус народного депутата Украины, стаття 33. Он тут дополняет. То есть вы поняли, паспорт показали, закордонный или этот дипломатический паспорт, и поехали. Ну, они, как говорится, шутка, повторяная дважды, становятся смешнее и понятнее. И еще в этом же, что зачитаю. Закон Украины про порядок выезда из Украины и въезда в Украину грамадян Украины, стаття 3, тут тоже дополняет. Забороняется вымогать в народных депутатах Украины, которые действуют при этом державного кордона Украины, с использованием дипломатического паспорта Украины, паспорта грамадян Украины для выезда за кордон, предъявление будь-яких других документов, необходимых для при этом державного кордона Украины. Игорь Фрис и другие. То есть, гениально, разделение будет поделено. Есть холопы и есть бояре. Бояре могут выезжать, потому что у них вот это удостоверение депутата есть Украины, это, говорится, показал и вали себе в добрый час. А, как говорится, вы тут уж все пересидите и отсидитесь. Как вы считаете, вот это справедливо, вот это вообще правильно, такие вот делать законопроекты? Это я хочу заметить, недавно у них там тоже была одна идейка такая, дистанционно. Все-таки дистанционное какое-то, вот это проводить заседание в Верховной Раде, дистанционно. То есть, без нахождения в Киеве. Я ведь понимаю, честно, вот понимаю полностью. Ракеты, обстрелы, опасно. Реально, депутаты, это наше вообще все. Не дай боже, туда ракета какая-то попадет в депутатов. Ну, честно, мы это все, друзья, не переживем. Эту всю ситуацию. Поэтому, возможно, вот они вот хотели все-таки протолкнуть эту инициативу и дать возможность дистанционно, именно конкретно дистанционно проводить вот эти заседания в Верховной. И тут что-то пошло не так. О боже, почему-то они это не приняли. Но тут, видите, уже другая попытка. Дать возможность выезжать. Сейчас ведь лето, ребята, все хотят отдохнуть, все хотят потусить, кажется, поехать куда-то. Депутат, что он не человек, он вкалывает, вкалывает для нас с вами, вкалывает. Вот эти законы, все это, это все они, все это сила, именно силища. Именно все они, молодцы. Делают, что он не может сейчас выехать. Говорят, что ты человек, мужчина, мы тебя не выпустим. Сиди, сиди здесь, сиди там со всеми своими избирателями. Ну, он же хочет, он же человек, он же столько для нас с вами сделал всего хорошего. Ну, честно. Давайте поддержим их. Какую-то, может, петицию создадим. Что все-таки надо, чтобы президент обратил на это внимание, на то, что депутатам дать возможность выезжать. Ты уже ему, что и дистанционно тоже дать. Чтобы они могли выехать, выбраться в какие-то вот эти европейские страны и оттуда все-таки принимать эти законы. Боль вот эту нашу прочувствовать украинского народа в связи с российской агрессией. Ну, и, конечно, если там они будут находиться, они смогут с западными какими-то партнерами пообщаться, что-то там продвинуть, как-то помочь нам. Толку же-то от этого будет больше, чем они здесь будут сидеть. Или вы не согласны? Если не согласны, напишите об этом в комментариях. Я вот, честно, немножко хочу отвлечься, профилософствовать по поводу вот этой всей запрета на выезд. Я, честно, смотрю на все это. Уже так это все затянулось. Эта война, она затягивает, затягивается. Я считаю, честно, надо этот запрет убрать. Но не полностью, но дать возможность людям, кто хочет там куда-то поехать, по делам, по работе, может даже на отдых, пусть поедет. Может там вот уже машину себе по этой растаможке кто-то хочет, я не знаю, поехать может купить по льготной. Поехали, поедьте, дайте людям выехать на какой-то срок недолгий. Потому что вот этот весь запрет, вот единственное, что порождают вот эти все запреты, они порождают чертову коррупцию. И начинается, там какого-то Васю поймали с пятью тысячами долларов, там на Западной Украине поймали какого-то Петю с восьмью тысячами, то есть уже десятка, десять тысяч, то ли долларов, то ли евро. Реально невменяемые огромные суммы денег, чтобы просто пересечь границу. Ну люди бонятся, я понимаю, но все-таки я думаю, что уже как-то эта ситуация сошла. И вот этот запрет, надо реально что-то с ним решать, надо как-то давать людям, если он хочет человек куда-то поехать, чтобы какой-то там, не знаю, решить какие-то свои вопросы, то пусть он поедет, пусть он напишет какой-то документ, что-то там в залог, не знаю, рассказывал тот родник министра, оставит. Или он мог выехать, вернулся и, говорится, нормально. Потому что этот запрет, он ни к чему хорошему, к сожалению, на сегодняшний день не ведет. И депутаты лишний раз это подтверждают, потому что они хотят все-таки для себя, ну как-то позаботиться о себе любимых. Ну что, друзья, вот такой вот видеоролик получился достаточно веселый и эмоциональный. Если вице понравилось, знаете, что делать, не поскупитесь на жирный, такой жирный лайк. Всем всего наилучшего, скорейшей нам победы, мирного неба над головой. Целую, обнимаю, с приветом из Одессы.